Здравствуйте! Сегодня в нашей студии мы приветствуем Найля Абдуловича Сахибульна, академика Академии наук Татарстана и профессора Казанского Федерального Университета. Добрый день! Здравствуйте! Очень рад вас видеть! Найля Абдулович, Казанский Университет. Как много в этом слове для всех нас! Да? Вот мне хотелось бы начать наш разговор с такого вопроса. Скажите, а ваше первое впечатление, самое-самое первое впечатление о Казанском Университете? Когда оно сложилось? Ну, я поступал в Казанском Университете в 1958 году. Честно скажу, что у меня первое намерение было поступать в Московский Университет, поскольку астрономия была только в Казани, Санкт-Петербурге, в Москве. Ну, если вы помните, да и сейчас, по-моему, экзамены Московский Университет сдают раньше. А я этого не знал. Приехал в Москву, а экзамены уже закончились. Ну, естественно, выбор остался на Казанском Университете. Ну, а Казанском Университете у меня были превосходные впечатления. Я еще немножко, будучи школьником, интересовался фотографией. Ну, был кружок такой, я энтузиастом был этого дела. И я весь Казанский Университет в различных ракурсах нафотографировал, сделал карточки и показывал своей маме. Так что у меня уже какое-то впечатление об университете было. Это превосходно белое здание, по сравнению, скажем, с другими зданиями, соседствующими. Ну, чувствовалось, что это храм науки. Ну, скажите, вот я так поняла, что вы все-таки мальчик из такого рабочего района, да? Да. Ну, откуда эта любовь к астрономии? Откуда она вообще возникла? Мне кажется, что и тогда астрономия – это было что-то, ну, равное чуду какому-то. Ну, я не скажу вам, что я грезил астрономию там с маленького возраста. Этого не было. Решение быть астрономом у меня созрело в 10 классе. И были две причины этому, почему я решил стать астрономом. Я, в общем, неплохо учился. У меня практически все пятерки были, за исключением литературы, постоянно сочинения как-то одну пару ошибок делал. Но мне за все мое учебу поставили две двойки. Одну двойку по автоделу, вторую двойку по астрономии. Причем астрономию вел преподаватель автодела. Ну, я немножко читал, так, учебник, это известный учебник Воронцова-Велиминова. И мы с ним немножко поспорили, что он астрономию не знал, честно говоря. Так, он как приходил, говорит, вот, ты читай этот параграф, ты читай этот параграф, и все. Ну, меня немножко это так взбудоражило, как это так. Я решил еще более внимательно астрономию учебник прочитать и дополнительную литературу. И в конце концов я пересдал. Но это не самое главное. Самое главное, что я окончал школу в 1958 году. А 4 сентября, примерно за полгода до моего окончания, был запущен первый спутник. 4 октября 1958 года. И вот я уже немножко почитав литературу, прекрасно представил себе, что со временем астрономия станет всеволновой наукой, поскольку запуская спутники, со временем на этих спутниках будут устанавливать телескопы, вращающиеся по орбитам. Поэтому атмосфера будет уже под телескопом, не будет мешать. И это позволит, значит, сделать грандиозное открытие. Вот это был, видимо, самый главный повод. Это фантазия была? Это фантазия была ваша? Я вот удивляюсь, что это какое-то такое пророчество с моей стороны. Что я еще мальчишка, так, 17 лет, но уже представил, что рано или поздно космос будет осваивать такие космические телескопы. И я решил стать астрономом. Причем, честно скажу, что мама моя была убеждена в том, что я буду поступать в КАИ. И даже уехала отдыхать, думая, что я поступлю в КАИ. Но вот в течение этого короткого промежутка времени я принял решение все-таки поступить на астрономию в Казанский университет. И когда она приехала, она немножко удивилась. И у меня не было таких аргументов, почему я выбрал астрономию. Тогда я и провел такую фразу, что родители посылают детей в университет, чтобы эти дети достигли больших успехов часами родителей. И она после этого успокоилась. Так, что я думаю о будущем, естественно, думаю о том, чтобы ее поддержать со временем. Но и она успокоилась, и я поступал в университет. Наил Абдулович, вот вы поступили в Казанский университет. Какой была вообще кафедра тех лет? Каких вы можете назвать людей, которые сыграли большую роль, скажем, в становлении вас как исследователя, как молодого ученого? Прежде всего, я чуть ли не оказался на мехмате. Потому что, когда я сдавал вступительный экзамен по математике, я решил себе задачку, решил всем соседям нашим, будущим нашим одногруппникам. И неплохо отвечал. И в аудитории, это было перво физическое, знаете, такая большая аудитория. Зашел мужчина, почему-то послушал меня. Я даже не знал, кто это. Потом только скажу, кто это был. Он начал мне его говорить, зачем вы идете, даже не астрономия, у нас кафедра была астронома геодезия. Я вам рекомендую поступать на мехмат. Ну, я математику любил, но не настолько, чтобы посвятить ей жизнь. И я не прислушался. Через некоторое время я узнал, что это был нужен ректору университета. Я попал на кафедру. Моя мечта была заниматься астрофизикой. Астрофизикой на кафедре никто не занимался. Был Мартынов, но он в 1952 году уехал в Москву, возглавил там наш центральный институт по астрономии. И астрофизики не было. И вот в течение первых двух лет, я изучая, значит, те дисциплины, которые давали на кафедры астрономии, убедился, что мне не дают астрофизику. И я подошел к Шевкотеяповичу, он заведующий кафедрой был, на третьем курсе, и сказал, что я, наверное, все-таки, Шевкотеяпович, уйду на физику. Это вот тот человек, который определил мне дальнейшую судьбу. Но вы были одним из первых аспирантов, насколько я знаю. Это потом уже, позднее, да. Он мне сказал, почему ты хочешь. Ну, я ему объяснил, что я вот хотел бы стать астрофизиком, а по учебному плану там астрофизики очень мало. Может быть, я на физике что-то приобрету. Он говорит, хочешь заниматься астрофизикой? Я тебя ставлю на индивидуальный план. Тогда была такая возможность. Он показал мне стандартный план и говорит, вот эту дисциплину тебе нужно для будущего? Я говорю, нет, неинтересно. Ну, скажем, геодезия, да? Вычеркнем, что вместо нее хочешь. А вот нам не читает квантовую механику. Посещай квантовую. И вот мы так по учебному плану прошли. Так он опирался именно на мое мнение. Он совет не давал. И вот я учился по индивидуальному плану. Он дал мне курсовую работу. Хотя не был астрофизиком, он сам покопался в литературе, нашел актуальную тему. Дал мне эту курсовую работу. Потом дипломную работу. И порекомендовал меня в аспирантуру. С выбором темы, вы понимаете, у меня рядом со мной астрофизиков не было. Да, как вы попали вообще на эту золотую жизнь? Ну, вот, значит, здесь полная моя самостоятельность. Тему сам выбери. Я выбрал тему. Довольно интересную, с моей точки зрения, по литературе я так покопался. Начал, один год проучился, появилась диссертация на эту же тему в Киеве. Все. У меня, значит, провал в этом деле. Ну, ладно, у меня еще пару лет есть. Думаю, возьму следующую тему. Моделирование звездных атмосфер. Через год опять появилась статья ленинградского коллеги по этой же тематике. Ну, я думаю, третий раз я не выдержу. Решил поехать в Ленинград. Поговорил с этим молодым кандидатом. Я говорю, вот, я прошел через такие ступени. Похоже, я третий раз выберу опять неудачную тему. Вы посоветуйте мне. А Ленинградский университет, это был центром теоретической астрофизики в России, в Советском Союзе. Там работал Амбарцумян, Соболев, известные академики. И вот этот коллега, значит, ему фамилия Колесов, он сказал, ну, займись моделированием, только возьми другие объекты. Ну, и посоветовал там звезды, которые мало изучены и так далее. И вот по этой теме я уже защитил кандидатскую диссертацию в 1969 году. Так, и оппонентом был у меня вот этот коллега. Так, второй оппонент был из Армении, который занимался звездами, которые я изучал. Ну, и так дело пошло. То есть вот Шавкат Эйвич, значит, своим таким внимательным отношением к моим запросам, он ведь мог бы сказать, ну, уходи, что же делать-то. Ну, вот он, значит, все сделал для того, чтобы удержать меня в науке. И за это ему очень-очень благодарен. А вообще вот вы были такой вот ботаник, что называется, занимались только наукой? Или все-таки вам не чуждо были какие-то другие студенческие забавы, вообще свободное время? Как вы провалили? Ну, конечно же. Я, во-первых, увлекался спортом. Ходил в состав команды, где играл Юрий Коноплёв, Ректор, ну, там много известных людей, замов, спортсмен про баскетбол не играл, но, в общем, хороший круг такой. Ходил на тренировки, и один раз от Ашавкат Эйвича получил выговор, потому что он практиковал в то время очень полезную вещь. Он заставлял студентов убирать аудиторию. Вот закончатся лекции, так он своих студентов говорит, ну, ребята, возьмите метлу, там, и так далее, подметите, приведите в порядок. Хотя уборщица, по-моему, была. Ну, решил он привычать нас к небольшому труду. Ну, и однажды я пропустил это, поскольку у меня была тренировка в зале, которая вот на, в церкви на улице Бауна, там, позади вот этой колокольни, да? И он меня спросил, почему тебя не было? Так, он фиксировал это всё. Ну, я ему начал объяснять, он говорит, успевай, и дело сделать здесь, и на тренировке успевай. Так что вот у меня, значит, была вот такая страсть баскетбольная. Одновременно я увлекался и волейболом, тоже играл за факультет по волейболу. Ну, позднее появилась уже новая страсть, рыбалка, путешествие, о чём мы с вами беседовали. Так что мне это не чуждо. Да, простите, я ведь ещё и музыкальную школу кончал. Так, интересно. Ну, это случилось не в результате того, что у меня какие-то способности музыкальные были. Просто мы, после того, как мама развелась, мы переехали на следующую квартиру, на улицу Тукаевская. Напротив нашего дома был стадион «Спартак». А там было сплошное хулиганьё. Так. И они очень боялись тётя. Мы жили у тёти уже, да? У сестры мамы. Дурного влияния. Очень боялись, что я могу быть вовлечен в какую-нибудь, вовлечён в какую-то группу. И чтобы у меня не оставалось времени на это, они меня засунули в музыкальную школу. На чём вы играли? Значит, они хотели, чтобы я поступил на пианино. На пианино был у тёти. Но слуха у меня нет, признаюсь. На пианино меня не взяли, но порекомендовали играть на кларнете. О! Вы играете на кларнете сейчас? Да. Ну, сейчас нет, так регулярно не играю, конечно. Ну, кончил я школу музыкальную. Преподаватель порекомендовал мне идти в музыкальное училище. Хотя я прекрасно понимал, что слуха у меня нет, но, видимо, какие-то функции я мог бы исполнять там в оркестре. Но я отказался. Я сказал, я чувствую, что у меня нет способности, и поэтому в музыкальную школу не пошёл. Так что... Ну, а потом, поскольку к музыке всё-таки у меня любовь была, я начал посещать... У нас был ведь джаз-оркестр в своё время в университете, когда я был студентом под руководством... Таюрский? Нет, 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 не Таюрский. Это музыкант, фамилию подзабыл, на котором вместе в оркестре Лундстрома играл. И вот я регулярно ходил на эти репетиции ихние. Как слушатель, да? Как слушатель. Или вы всё-таки берёшься? Да, нет, нет, как слушатель, конечно. Я не рисковал там брать инструмент. Там уже были подготовлены люди, кончившие музыкальные школы. Может быть, да, некоторые студенты уже и в консерватории учились параллельно. Нет, я просто слушал. И поэтому джаз у меня стал, в общем-то, любимой такой темой. Мы с женой регулярно все концерты посещаем. Она дополнительная, конечно, к классику. Но у меня времени нет на все концерты ходить. Так что вот такая ещё страсть у меня была. Григорий Анатольевич, а вообще Шаук Атаевич строгий был преподаватель и завкафедрой. Его ведь за глаза называли ШТ, да? Да, да. Ну, как строгий. Я бы не сказал, что он свирепствовал, но один раз он меня выгнал с лекции. Просто мы с своим другом играли в шахматы в перерыве, недоиграли и положили на стул. Ну, а так недоигранную партию, то я взгляну на эту доску, то он взглянет. Мы ходы не делали, но так поглядывали просто. Он это заметил, нас двоих выгнул. Сказал, ни в коем случае на моих лекциях посторонними вещами не занимайтесь. Так что он был в этом отношении очень строг. Он был строг ко мне по отношению к докторской. Я, как все молодые, считал, что докторская это надо выполнить чуть ли не на уровне Нобелевской премии. Так, в общем, тянул, тянул, тянул. В конце концов он меня вызвал себе в кабинет, а мы уже стали друзьями. Я вообще считаю, что он у меня духовный отец, а я его сын. Мы уже стали друзьями, играли вместе в преферанс, в теннис играли. В общем, он считал меня почти что сыном. И вот он вызвал кулаком по столу и сказал, если ты через год диссертацию докторскую не защитишь, мы с тобой перестанем быть друзьями. Это для меня был, конечно, шок. И я, конечно, внял этому совету. Мало того, он мне еще сказал следующую фразу. Докторская диссертация нужна не тебе. Докторская диссертация, тем более по астрофизике, это новое направление у нас в Казани получается, нужна для студентов будущих. Ты будешь читать лекции по астрофизике, а если ты сам не занимаешься астрофизикой, лекции у тебя будут не того уровня. Вообще у него был подход такой. Почему на нашей кафедре есть специалисты в разных областях астрономии? Ну, скажем, в астрометре, измерении координат, в движении планет, комет, это небесная механика, в негалактической астрономии, теоретическая астрофизика. Он подбирал людей и заставлял их писать докторскую диссертацию вот по этим разделам, потому что он считал, что квалифицированно студентов может обучать человек только тот, который занимается наукой в этой области. Не просто так взял учебник и по учебнику там что-то. И вот у него такой подход, и вот до сих пор эта традиция у нас на кафедре остается. Так, я ее пытался сохранить, надеюсь, что сохранил. Так что строгий был, но справедливый. Ничего. Наил Абдулович, 1961 год. Весь мир потрясен тем, что наконец-то в космос полетел первый человек, Юрий Гагарин. Вспомните, пожалуйста, как это было воспринято у вас на кафедре? Вы непосредственно занимались космосом, астрофизикой. Ну, конечно, авиатаж или бум был большой, но поскольку это было связано все-таки с космосом, сразу же пришли корреспонденты газеты «Советская татария», тогда была газета, я прекрасно помню. Они принесли номер газеты, уже вышедшей с портретом Гагарина, и попросили меня и ряд моих, значит, сокурсников, ну, стоять около стола и смотреть на эту газету. Я, значит, газету развернул. Они говорят, поверните ее так, чтобы портрет был виден на экране. Я говорю, ну как же так? Мы же интересуемся изображением этого. Нет, пришлось нам насмотреть, какие фильмы там в каких кинотеатрах, чтобы портрет был, значит, виден на экране. Это такой снимок, вот я, к сожалению, этот снимок не зафиксировал. Такой снимок в газете появился. И, конечно, энтузиазм был большой, особенно у меня, потому что я единственный, кто астрономии занимался. Остальные мои сокурсники не тяготили геодезией, чисто практической термой. Но, тем не менее, конечно, это было очень-очень такое громадное достижение, которое мы все с энтузиазмом оценили. В 1996 году вас Российская Академия наук удостоила очень почетной премии. Премии имени Белопольского. Да. Расскажите, пожалуйста, как можно популярнее. За цикл каких работ вы получили эту премию? Очень почетную. Значит, вот докторскую тему, тему докторской диссертации я выбрал после того, как я поехал в Голландию. Так, познакомился уже с астрофизиками, которые занимались в течение многих лет. И там, в это же время, это был 70-й год, голландцы планировали создать свой спутник. Это спутник называется Astronomical Netherlands Satellite, ANS. Они планировали его в 1975 году запустить. И используя те данные, которые вот этот ANS получил, астрономический голландский спутник, я приложил свою теорию. И потом у меня пошла серия статей, где-то к 80-му году. Потом я в США поехал, когда уже были запущены другие космические телескопы. Вот я говорил о том, что я, еще будучи школьником, планировал, что я буду заниматься. Вот это все реализовывалось. Вот первый спутник, значит, ANS, потом американцы в честь 500-летия со дня рождения Коперника, запустили Копернику, потом Тор-Дельта-1А и Ауи и так далее. А у меня уже был небольшой опыт. И вот я начал заниматься этими космическими наблюдениями со спутников, интерпретировать. Ну и в итоге вот эта работа вроде бы понравилась, поскольку никто в Советском Союзе этим не занимался. И когда я докторскую защищал в Ленинградском университете, в заключение даже мой оппонент вставил такую фразу, что в результате исследования Сахибулина и Абдулча в Советском Союзе появилось новое научное направление. Вот это отказ от тех предположений классических, которые там в течение 70 лет использовали всеми астрофизиками. Вот за это мне вручили, за цикл работ опубликованных, вручили эту премию Белопольского. Абдулча, скажите, вообще мы можем на равных конкурировать с зарубежными исследователями, в частности, казанские астрономы? У нас вот как условия? Или все-таки это не я? Значит, да, можем. И я скажу, какие аргументы в пользу этого. Значит, когда был юбилей у университета, приезжал Елютин на юбилей. Это было в 1975 году, по-моему. Или в 1985, ну, неважно. И он нужен, задал вопрос, ну, какой подарок от министерства, Елютин от министра образования, можно сделать в Казанском университете. А рядом стоял Шевкотович. Он говорит, давайте купим телескоп. Мужин подхватил эту идею. Значит, заказали телескоп. Телескоп строили, строили, строили. Хотели установить его в загородной обсерватории. Потом настал 90-й год, когда развал. Это всего и вся было. И те люди, которые занимались телескопом, это директор обсерватории загородной, они сказали, нет, мы не потянем, давайте мы будем отказываться от телескопа. Шевкотович меня вызывает и говорит, Наиль, что делать? Значит, вот коллектив, который был, ориентирован на курирование этого проекта, они отказываются. Денег нет, ситуации тяжелые. Сами понимаете, помните, наверное, эти времена. Но вот опять-таки я удивляюсь тому, что я взял на себя такую смелость. Я сказал, Шевкотович, без телескопа у нас будущего в Казани, в астрономии, не будет. Потому что заниматься только расчетами, используя чужие наблюдения, это не перспектива. Надо иметь свою наблюдательную базу, надо иметь свою теорию, так, и продвигаться. И я оказался прав. Телескоп мы установили. Он расположен в очень хорошем месте, на горе 2500, в горах Турции. И в результате наш телескоп оказался очень таким востребованным. И академик Сюняев Рашид Олегович, это был 1992 год, предложил нам участвовать в международной программе. В то время разрабатывался проект «Интеграл». Это аббревиатура International Astrophysical Laboratory. И наш телескоп, значит, они запускают телескоп на орбиту, так, вокруг Земли. А для ряда задач эти же объекты, которые наблюдает телескоп на орбите, наблюдать с Земли. И он, значит, предложил нам к этому делу подключиться. И мы теперь стали одним из таких поставителей, если можно сказать, поставщиком наблюдательных данных для многих космических телескопов. Вот запустили уже Планк-телескоп, да, совсем недавно. Ильфана Бекмаева пригласили участвовать. Одного из немногих. Три или четыре человека из России были пригласены. Это профессор вашей кафедры. Да, да, да. Вот сейчас будет запущен в 18-м уже году перенесли. Новый телескоп СРГ, спектр рентген-гамма. Мы тоже там будем участвовать. Вот если бы этого нашего телескопа не было, то казанская астрономия бы потихонечку понизила бы свой статус и так далее. А вот благодаря этому телескопу мы теперь вышли в лидер в России в этом направлении. Мы можем гордиться тем, что очень многие небесные объекты носят имя казанских ученых. У вас есть на примете, кто следующий, кого можно таким образом увековечить? Так, была бы у меня возможность, я бы уковечил, конечно, Шаймиева, поскольку он сделал большую вклад в развитии астрономии. Но этого нельзя делать по простой причине. Есть строгие правила о наименовании небесных тел, и эти наименования, имена, даются специальной комиссиями в Народном астрономическом союзе. Там очень строгие правила. И вот одно из правил не давать наименования, скажем, астероиду, малой планете, там, кратеру и так далее, военным и политическим деятелям только спустя сто лет. Сто лет проходит, и тогда вы имеете право, ну, сто лет после смерти, тогда мы можем поименовать комету, скажем, вот той фамилии, которую я сказал. А что касается других имен, Толстой, скажем, там, наши казанские ученые, у нас чуть ли не 10 кратеров на Луне в честь наших астрономов. Дубяга, Мартынов, там, Лобачевский. Кстати, Лобачевский наполовину астроном даже больше. У него первая статья-то была по астрономии. Здесь проблемы не возникают, но надо очень аргументированно. Наиля Абдулович, что бы вы пожелали тем, кто хочет посвятить свою судьбу астрономии, поступить в Казанский университет? Ну, во-первых, астрономию могут заниматься люди в определенной степени фанатичные, потому что специальность эта червячайно интересная, но одновременно сложная, потому что нужно выезжать в экспедиции, наблюдать все телескопы в горах, надо иметь хорошее здоровье, надо иметь хорошее зрение в определенной степени и обладать вообще большим набором знаний не только в области вот своей узкой специальности, а надо знать хорошо математику, потому что астрофизика сейчас сильно математизирована, там такие грандиозные уравнения, которые можно решать. Нужно знать физику, естественно, потому что, по сути дела, космос — это лаборатория физическая, но для экстремального состояния вещества, того состояния, которое вот в земных условиях не реализуется. Ну, скажем, мы имеем дело с плотностями 10 минус 34 грамм сантиметров в кубе, это вообще в условиях физических саплиментов не достигнуто. И, конечно, надо иметь определенную фантазию, чтобы интерпретировать все это. Итак, набор знаний по многим отраслям науки, включая математику, прежде всего, и физику. Иметь хорошее здоровье. Иметь в виду, что астрономия — это наука, которая реализуется не в больших городах, а в обсерваториях, которые обычно в отдалении каком-то, значит, определенные бытовые условия. К этим надо привыкнуть. То есть, другими словами, человек должен быть предан науке в большей степени, чем, скажем, по другим специальностям. Дорогие зрители, сегодня мы с вами встречались и разговаривали об астрономии с выдающимся ученым Наилем Абдуловичем Сахибулиным. Поблагодарим его за очень интересный рассказ. Я думаю, что и следующие встречи будут интересными. До встречи на сковородке! Редактор субтитров А.Семкин